Сегодня утром я хочу поговорить о том, что является очень трудным. Мы говорим об этом часто, мне кажется, что мы это не понимаем. Очень часто, когда люди имеют такие привычки вредные, зависимые, курят, упивают, наркотики, что бы это ни было, им говорят постоянно в средствах массовой информации, семья, доктора, родители школы, что эти привычки, они вредны, они убивают, смертельно. Они убивают медленно, и это происходит не сразу. Требуется время, когда болезнь начинает тебя очень быстро убивать. Мы их игнориваем. Мы говорим, что мы решим этот вопрос тоже. Со мной не произойдет, ты умрешь от курения, я не умру. Это что-то с тобой не так. И, конечно, человек доходит до того, что не может больше дышать, получает кислород, у него начинается рак легкий, и начинает жалко болеть. Не мгновенно умирает, через медленное страдание проходит человек. Люди, которые сильно много едят, и достигают ожирения. Когда они доходят до вот этого чрезмерного ожирения, то есть функции тела уничтожены, и они живут с разложением всего внутри. И становится практически невозможно вернуть процесс, и они страдают очень сильно. Это вот то, что сделают нами страсти. Страсти – это грехи, которые мы повторяем вновь и вновь. И через некоторое время мы уже их больше не можем контролировать, и они управляют нашей жизнью. Мы больше им не говорим «да», но мы не можем при этом сказать им «нет». Мы можем, но это является очень трудным. И мы построили взаимоотношения с нашими страстями, мы их любим. Нам не нравится, что они с нами делают, но мы их любим. Самое даже легкое удовольствие, которое приносит нам страсть – из-за вот этого мы пренебрегаем опасностью и тем ущербом, которые эти страсти могут нам причинить. До того момента, пока становится всем поздно, и после этого они совершенно контролируют нашу жизнь, и мы не можем ничего сделать, чтобы это преодолеть. Одна из ужаснейших страстей, которая проходит через весь наш мир, и так является громадно опасной, но люди считают, что она безобидная, безвредная. Это является естественным. Они наслаждаются этим. И когда они полностью становятся зависимыми к этому, она начинает действовать деструктивно. И позвольте ей объяснить, о чем я говорю. Одно из великих удовольствий в жизни – это любая вот плотскость. Любовь, удовольствие и тело. Мы все это имеем. Что мы едим, что мы не едим, как мы чувствуем, спим, отдыхаем, видим приятное на вид. Все, что кормит удовольствие тела. Похоть, порнография, любое сексуальное злоупотребление. Люди перестают распознавать всяческую опасность этого. Они говорят, какой же ущерб это мне может принести? Я никому ущерб не наношел. Это естественно для человека желать сексуальных вещей в жизни. Что происходит? Они становятся зависимыми от порнографии ежедневно. Ежедневно. Каждый день нужно это найти. Это ведет все к рукоблудию. Желание чего-то, что является ненастоящим. Это не кому-то, кого ты знаешь, а что-то из воображения. И вместо того, чтобы иметь взаимоотношения с другим человеком, которое реализуется в любви, и ты имеешь взаимоотношения с своими фантазиями, и они реализуются в рукоблудии, что является без всяких взаимоотношений. Это просто о себе. И ты поэтому начинаешь думать, что все взаимоотношения – это всегда о тебе. И все, что дает тебе удовольствие – это хорошо. И те взаимоотношения, которые требуются борьбы и работы, не приносят тебе удовольствия, они не являются хорошими в вашем мышлении, потому что ты привык самоугождать себя. Ты не можешь поддерживать взаимоотношения и над ними работать. И для молодых людей в современное время это становится катастрофой, потому что они не в состоянии иметь настоящее взаимоотношение ни с кем. Потому что все, что не думают, что взаимоотношение – это давать себе удовольствие. человек там для того, чтобы давать мне физическое наслаждение. Человек для того, чтобы он делал то, что я хочу, чтобы я чувствовал себя хорошо при этом. А когда этого не происходит, я иду к кому-либо другому или к чему-либо другому, что мне приносит удовольствие. Это очень тонкая опасность страсти. Они искажают. Они конфузят всяческий рассудок. И они делают, тебя обманывают то, что выглядит хорошо, а на самом деле являются лукавым, и лукавое делают добрым. Например, сегодня, путешествуя по миру, вы видите странное, очень странное идею, что некрасиво это является прекрасным, что боль является удовольствием. И ты видишь людей, себя физически уничтожая, уничтожающих. Молодые люди, как и девушки, и мужчины, и также и взрослые, доводят себя до анорекции, при этом ничего не едят. Они выглядят как разного вида мертвые люди, и кадабры, вместо того, что выглядят живыми. Ты видишь людей, покрытые, тело которых покрыто татуировками. Потому что они больше не видят естественных взаимоотношений между человеками, они видят только отношения удовольствий. Для них татуировки это что-то такое, что является сексуально привлекательным. они делают дырки в организме, пирсинг, развешивая всякий мусор в своих ушах, и вон в теле. Выглядят как совершенно психически больные зомби. Это становится прекрасным для тех, у кого души уже уничтожены. Как вы знаете, я работал много лет с людьми, которые были зависимы от разных наркотических средств. Меня всегда умиляло то, что я всегда мог с одним человеком, взяв с собой человека, который имел героиновую зависимость, и этот человек проходил лечение, он проходил детоксификацию, и организм был очищен от всякого рода химикатов. Три года он не пользовался наркотиками. Мне нужно было с ним пойти и получить некоторое пожертвование для нашего дома. я два человека было со мной, два мужчины. И мы пошли в большой центр, который продает продукты. Там примерно 200, 200 человек работает в этом. мы вошли туда внутрь и мгновенно один из работников увидел в нем наркозависимого, потому что он был сам наркозависимым. И когда мы получали видеопродукты, я увидел его говорящим с этим человеком и я ему сказал, подойди ко мне. И когда мы уходили в машину, я спросил, что ты какой-то сделкой по наркотикам занимался. Он говорит, откуда ты знаешь? Потому что я живу с вами ежедневно. Я знаю, что я могу определить такого же человека, как и вы. Если ваша зависимость это алкоголь, вы обязательно определите того, кто зависит от алкоголя. Если ваша зависимость гомосексуальность, в толпе из 10 тысяч человек вы найдете такого же. Если ваша зависимость о том, что вы являетесь человеком, который страдает грехом похоти, с одного взгляда вы найдете мужчину или женщину в окружении. Я готов. Или готов. Мы становимся нашей зависимостью. Мы становимся нашей страстью. И больше мы не можем контролировать свою собственную жизнь. Наша страсть управляет нашей жизнью и контролирует. Не имея никаких намерений отвечать страсти, мы мгновенно возгораемся огнем, когда видим человека, страдающего той же самой страстью. это вот что делают с нами страсти. Они уничтожают нас. Они ослабляют нас. Они забирают у нас способность любить. Они забирают у нас способность иметь взаимоотношения. Все грехи являются страстями. грех это всегда отвращение того, что является хорошим. Грех это всегда разворот от взаимоотношений. Грех это всегда искание темноты, а не света. И после этого мы себя изолируем. В связи с тем, что мы не любим, а любим себя, именно в связи этим мы имеем страсти. Всегда человек ищет то, чего любит. Всегда. И ты говоришь, что я люблю этого человека, но я пошел за этим. Это говорит о том, что это не так. Если в браке человек, и говоришь тому, с кем ты в браке, я люблю тебя, ты моя жизнь, и я люблю тебя. И когда ты выходишь на улицу и видишь кого-либо привлекательным, ты желаешь сразу повстречаться с этим человеком. Ты не любил того человека, с которым ты находишься, любил себя, потому что у тебя желание самоугождать, оно гораздо выше взаимоотношений. Многие из нас не могут делать то, что мы хотим делать, потому что мы зависимы к тому, чего мы любим, себя и то, что нам угождает. Всякие грехи, всяческие страсти начинаются в рассудке. Это там, где это начинается. поэтому нам нужно иметь свой рассудок ориентирован на том, что является хорошим. В ту минуту, когда мы позволяем рассудку ходить фантазией, в ту минуту, когда мы позволим нашему рассудку концентрироваться на себе, мы проигрываем. если горит огонь, часто мы видим по телевидению или новостям громадные пожары по всему миру. И огонь не может быть погашен большим даже объемом воды. Огонь чересчур большой. мы бросаем громадное количество воды на лесной пожар с этих больших самолетов с емкостями. Вода ударяет огонь, выходит пар, в этом месте огонь немножко понижается и потом он опять начинает полыхать с новой силой. Потому что огонь гораздо более великий, чем вода, которую мы туда бросаем. Когда мы пытаемся изменить наши страсти с одним большим усилием, это примерно так же, как бросать воду на большой огонь. Он начинает уменьшаться, появляются пары и он охватывает с новой силой. Если ты возьмешь воду и будешь медленно добавлять воду в огонь, не останавливаясь, огонь закончится когда-то. если вы хотите победить страсти, это не один день, не одна неделя, не один месяц вот этого всплеска и все это уйдет. Это вся жизнь поливания воды на эту страсть. Требуется жизнь, чтобы остановить огонь. Мы все попытались с вами большим количеством воды сразу в один прием затушить. И мы все здесь можем сказать, что это не работает. Страсть там еще и она даже сильнее, чем была ранее. Это должно быть ежедневно и каждый раз, всякий раз. И какую воду мы используем для убивания страстей? Любовь к Богу, любовь к ближнему, смирение. вот это вот та вода, которая уберет страсти и уничтожит всяческий грех. Неважно, что кто бы вам сделал, вы должны прежде всего думать о том, кого вы любите. Но, конечно, мы же любим себя прежде всего. Неважно, что бы ни происходило, мы думаем о себе. если ты научишься по-настоящему любить, и любовь это никогда не о себе. Это всегда о другом. Ты будешь желать другого. Ты будешь угождать другому. И ты будешь искать другого. Потому что мы желаем своего удовольствия. И мы ищем своего удовольствия. И мы угождаем себе всякий раз. Потому что мы не знаем, что такое любовь. Вот источник нашего греха. Вот источник нашей страсти. Мы желаем неправильных вещей, и мы не любим неправильные вещи. Если бы мы научились любить, мы пожелали бы того, чего мы любим. И наша жизнь изменится. Любовь и смирение, которые уничтожат страсти. каждый день и всякий раз. нижней, 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 нижней.